Расширенная версия ролика без цензуры доступна только на Бусти, ссылка находится в описании. Этот ролик носит исключительно развлекательный характер и не имеет цели навязывать стереотипы, что-либо пропагандировать или кого-то обидеть. Все совпадения случайны, весь текст является бурной енотьей фантазии. Всё это преследует лишь одну цель – поднять настроение, в том числе нам. Хау, привет, фашистики! Думаю, что данная рубрика ещё долго будет радовать вас и меня в том числе. Все, люди стараются изо всех сил выразить свои мысли. Ну, как они не любят пушистиков. Но, увы, у них не всегда выходит написать то, что у них в голове. Не волнуйся, цензура на месте. Но это не помешает проникнуться всем кринжам, которые ждёт тебя в ролике. А комментаторы очень постарались. Ну что ж, не будем долго тянуть и переходим к ролику. Рока печеньки, друзья, поехали! Ау! Да сколько можно биться рукой? Как же тебя, бог, я устал, мне п**пы жалко. Ну ладно. Окей. Этом мире не должно быть радости. Бог вас проверяет, а вы счастливы, и бог вас накажет. Срадайте, пока не поздно. Срадайте звучит, ну, ничего тогда заманчиво. Но, как по мне, всё же лучше быть счастливым и заниматься тем, чем нравится. Поэтому, очень попрошу, больше не приглашать меня в различные секты Срадания. Ну, не моё просто, просто не моё. Мдаааа, похор уже слишком. Можешь, просто перестать позорить. Пока ты тупо задротичь и время тратит. Главный патриотизм это сторну, которую мы все родили и живём. И ты думаешь и сохраняешь свой потенциал тупой косматый голубоглазый шимпазе. Я вижу, честно вижу, что ты очень стараешься. Но пока что выражать свои мысли у тебя, к сожалению, не выходит. Ну, прости, не твоё. Пурии это 95% пилы и ЛГБТ-активисты. Это очень интересно. Откуда вы берёте эти цифры-то? Ладно, на секундочку представим, что это правда. Нет. Значит, мне везёт аж 8 лет, и я встречаю исключительно вот эти 5%. Я очень соболезную, что ты живёшь среди таких активистов. Антифурии ТОП! А ты неформал. И быть неформалом не просто стыдно, но и позорно. Я что-то не понял. У нас слово неформал стало чем-то обидным? Когда это случилось? Чё я пропустил? Открою, пожалуй, один небольшой секретик. Я и до Фурии состоял в различных субкультурах. Я был и являюсь байкером, металюгой, рокером и так далее. И, пожалуйста, для начала изучи слово и что оно значит перед тем, как его использовать. Неформал — это член какой-либо неутверждённой организации. Член. Субкультуры, группы или молодёжного движения. А раз ты у нас член антифурии, то ты неформал. Ну вот так вот. Живи с этим. Дайте этому видео, сколько видео, дети, нахуй, давалка смотря. Давалка? Нет, там серьёзно написано давалка. Я даже перечитал. Ну, ну да, всякое бывает. Я оценил глубину твоих мыслей и не смею задерживать. Удачи. Ролики свои только и можешь снимать. Больше ничего не умеешь. Только ролики сови и монтирует, и ролики делает на канал. Ну, нет, ну как, спасибо, я очень рад, что ты считаешь, что я умею снимать ролики. Следующий комментарий весьма типичный. Но вот у Ютуба есть замечательная кнопочка перевести на русский. Не всегда понимаю, почему она появляется, когда там и так написано на русском. Так вот, если мы на неё сейчас нажмём, то получим вот такое сообщение. Никогда бы не подумал, что кринж переводится как «будьте здоровы». Ну, ладно. Спасибо. Ну, не волнуйся, за это. Да, вас жалко, у вас не... Только можете ролики снимать, ничего больше не можете. Да знаю, что я умею снимать ролики, успокойтесь. И не волнуйся, я ещё много буду чего снимать. Контент будет. Ты Фури. А я люблю поселение дать по морде Фури. Ну, у тебя крутой юморок. Вместо того, чтобы быть геем ещё кем-то, то ты снимаешь видео. Не подумайте, всё равно я люблю посильнее бахнут. Но юморок наравне с геем. Поэтому спорно, надо... Или не надо. Я ещё думаю, но я люблю юморок твой. Ну вот, вообще отлично. Смотри мой канал и будешь меньше вредить людям. Я очень рад, что смог помочь тебе стать лучше. Обращайся. Интересно. А Эрик вообще когда-нибудь работает? А то у него каждый день прогулки, б***ь, какие-то праздники, путешествия. Вот на Кавказ попёрся какого-то х***а. Открою тебе один секрет, но ты его никому не говори. Он тебе поможет очень хорошо жить. А работай и зарабатывай деньги. И катайся куда ты захочешь. В выходные и в свои отпуска. А, и да, если тебе прям очень интересно, где и как я работаю, то на канале аж есть три ролика про мой офис. Ну, я бы не сказал, что в этих роликах я прям работаю. Но офис там точно видно. У меня есть его фото, где он занимается кексом в своём фурсюте. А показать. Хоть бы в ЛС мне что ли скинул, а то хвалится и не делится. Не, ну что такое, ну кто так делает? Ну, а вообще, если без шуток, то здесь два варианта. Либо ты путаешь мой фурсют с кем-то другим, либо использовал фотошоп. В первом случае советую тебе поиграть как можно больше в игры наподобие «Найди пять отличий». Ну, очень поможет тебе в жизни. Во втором случае могу лишь сказать, что ты молодец. Моя цель хоть как-то заставить людей заниматься саморазвитием и творчеством. И не важно, поднимаешь ты навыки в фотошопе, чтобы мне насолить или сделать что-то милое. Ты развиваешься и учишься чему-то новому. И это самое главное. Нормальные люди содержат маму. Они бегают в костюме. Во-первых, имея такие костюмы, человек явно обеспечен. Во-вторых, моя мама не работает уже около десяти лет и живёт весьма хорошо. А уж выводы ты сделаешь сам. Каждый раз, когда я записываю эту рубрику, то приходится делать по несколько дублей. Так как без смеха это записать, ну просто невозможно. Надеюсь, и ты смог получить положительные эмоции от данного ролика. А сейчас будем заканчивать. Огромное спасибо за просмотр. Хорока печеньки, друзья. И до скорых встреч. Энг. Это Эрик, весёлый енот. Он из мусорки всё тащит и тащит и тащит. Это Эрик, весёлый енот. Рок печеньки, обнимашки, без хлопот и без забот. Это Эрик, весёлый енот. Нам не скучно с ним, который год. Который год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...